Салют, братишки! Сегодня мы с вами оценим топ 100 игроков с наивысшим рейтингом FIFA 20 и посмотрим, насколько крутые карточки нас ожидают в этой части симулятора. Начнем с 85-го рейтинга. Сауль, Зюле, Витцель, Зиеш и Варан. Все статы вы видите на экране. Если кому-то интересно, ставьте на паузу и рассматривайте более детально эти карточки. Следующая пятерка. Марселла, Макюиди, Родригес, Родри и Робертсон. Если честно, удивлен 85-м рейтингом Робертсона. Ожидал большего, но такое себе, конечно. В этой пятерке остановил свой взгляд на карточки Маноласа. Кто со старта будет начинать с серии А, думаю, он будет просто шикарен, просто незаменим. Ребят, присмотритесь к этой карточке. Голландская парочка Твикс получает очень знатный апгрейд своих карт и я думаю, что в этой части Фифы Деликт будет очень имбовым. Но пока не могу быть уверен на 100%. Но, ребят, присматривайтесь, присматривайтесь, это вам нужно. И последние 4 карточки 85-го рейтинга, которые нам показали. И карточка Алабы очень неплохо смотрится среди всех остальных. Для любителей Бундеса будет неплохое приобретение. Поэтому, ребят, сразу продумывайте ходы наперед. Повышаем рейтинг и уже наблюдаем очень сочные карточки. Сане, Умти, Тишкринер и Войцах Асчестных. Карточка Верати, ну, прям не очень вписывается в этот коллектив, так сказать. Ну, не очень, не очень. Посмотрите на статы. В этой пятерке для любителей Лиги 1 неплохой центральный защитник в лице Маркиниаса. И для любителей Бундеслиги неплохой ЦАП в лице Мюллера. В той FIFA я заигрывал в своем составе Фермина. И он был довольно неплох. Но в этой Ля Казет, я думаю, будет в каждой второй сборочке. Скорость хорошая. 4 звезды на ногах и финтах. И это огромный плюс в копилку. Поэтому, я думаю, что он будет в начале FIFA просто для всех, как бы, и очень крут. И вот тройка, которая замыкает 86-й рейтинг. И хотел бы узнать ваше мнение, заслуживает ли Каутиньо этот рейтинг или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ребят. 87-й рейтинг. И тут начинается самое интересное. Смена позиции Сону и очень сочная карточка. Прям просто радует глаз. Я думаю, эта карта будет в начале стоить просто космические бабки. А в этой пятерке могу отметить очень крутой апгрейд карточки Ля Порте. И очень симпатичные карточки Инсиньо и Мертенса. Для любителей серии А они будут как не кстати к лицу и к составу. Бензема имеет 4 звезды на слабой ноге и 4 звезды на финтах. Довольно неплохая карта. Но за представителей Сити я, пожалуй, просто промолчу. Ибо карточки так и просятся в основу. Погба. Ройс и Стерлинг. Уверен, что в конце FIFA хотя бы одна карточка этих игроков, но будет в составе именно у тебя. Прям просто очень сочные статы. Чем выше мы повышаем рейтинг, тем больше хочется говорить о этих карточках. Мане. Лерис. Очень круто смотрится. Особенно скорость Мане и все показатели Лериса. Я думаю, что в этой части Куртуа будет не таким имбовым. Надеясь, что на его место станет Эдерсон, которому очень хорошо дали апгрейд. И он, думаю, будет тащить просто божественно. И замыкает 88-й рейтинг Кавани и Абумиянг Абуби Боба. Карточка Абумы, наверное, украшение любого состава АПЛ. Да и имея его как суперсаба, можно разрывать оборону в дребезги. И это было в 19-е FIFA, ребята. Да-да-да, золотая карточка. Она может. А вот 89-й рейтинг. Это уже, наверное, одна из макушек айсберга. Здесь собраны одни из самых топовых карточек. И думаю, что каждый будет стремиться заполучить одну из них. Малыш Канте и Гризман здесь меня прям очень порадовали. Думаю, что Канте останется такой же разрушитель, как и был в 19-е FIFA. А вот Гризман, имея очень неплохие статы, имеет 3 звезды на слабой ноге для нападающего. Это не есть хорошо. Поэтому этот фактор меня отпугивает. Но цена на него, ребята, будет очень хорошая. А замыкают 89-й рейтинг Агуэра, Алисон и Бускетс. У первых двоих очень крутые карточки. И самое смешное, что скорость Алисона куда выше, чем у Бускетса. Страшно такого парня в команду себе брать. Ну, блин, я бы, честно, не рискнул. И теперь, ребята, переходим к рейтингу 90+. Ливерпульская связка получила апгрейд и очень радует всех любителей этой команды. Зная, как эти парни пашут на поле, думаю, заслужили этого однозначно. Рейтинги им поставили просто офигенные. Для всех любителей испанского чемпа, вот пара очень крутых карточек. Лука Модрич имеет по 4 звезды на слабой ноге и 4 звезды на финтах. Карточка должна быть просто космическая. А для любителей бельгийского футбола вот такой дуэт с космическими статами. Дебрюйны 5 звезд на слабой и 4 на финтах. И Азар с 4 звездами на слабой и финтах. Будут крушить любую оборону до конца 20 фифы. Попомните, ребята, мои слова. Это так и будет. Очень крутая карточка. Облако. Шикарные статы. Но в этой паре больше мне понравилась карточка Неймара. По 5 звезд. Скорость. Удары. Пасы. Карточка просто космического уровня. Я просто держу себя в руках, чтобы не завизжать от восторга. И последние две карточки. Карточки, ради которых все сегодня здесь собрались. Месси и Криштиану Рунальду. Все супер. Но 4 звезды на слабой ноге у обоих не очень радует глаз. Но эти две карточки, как мы уже привыкли, становятся самыми желанными в любых составах. Не важно, Бундес, Лига, АПЛ. Да вообще, не важно. Наплевать. Эти две карточки, они самые желанные. Думаю, что все любители FIFA сейчас со мной согласятся. Да, ребят. Вот такая вот соточка карточек, которые показали нам EA Sports. В преддверии выхода демки, в преддверии выхода самой FIFA. Я, ребят, не знаю. Я восхищен некоторыми картами, но некоторыми и огорчен на самом деле. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вас именно обрадовало и что огорчило. Да. Если вам зашел, ребята, этот видосик, оформляйте подписочку на канал. Не забывайте влепить лукас под этот видос. Всем приятного времени суток. С вами был Илья. Всем мир.